Зачем заморачиваться? Есть техничка. Открыли техничку, прочитали. Друзья, всем привет! Ну, наконец-то, наконец-то мы находимся в помещении, назовем так. Это еще, конечно, ненормально, что-то тренировочное, там, где можно позвать людей, позвать гостей, чтобы что-то обсудить, потому что там что-то недоделано, там что-то недомазано, не хватает освещения. Ну, у нас первый день, когда мы что-то сейчас начнем пробовать. И начнем мы пробовать с довольно-таки быстрого момента. То есть мы сейчас попробуем эпоксидный грунт от компании Lecler. Я попробую Соголу с головой... Сейчас, Гляну. Забыл. А, Титания. Вот, с головой Титания. С Дизой 1.3 под нанесение, мокрый по мокрому, типа под окраску. Да, мы здесь не будем ничего доводить, скажем так, от и до, до логического конца. Мы здесь будем что-то тестировать, пробовать, мазать, чухать, как сохнет, как не сохнет. Потому что здесь сейчас прохладно. То есть условия такие, как бы гаражные. При них мы как раз и будем проверять, как себя ведет материал. Значит, у нас есть два крыла авиевских. Крылья человеками занимается. Он там дальше их будет пошпатлевывать, грунтовать, перечихать. Мы просто ему предложили, чтобы мы грунт не просто на тест-панели какие-то лили, а на дело нормально опустили. Грунт эпоксидный. Значит, что мы имеем? Крылья перечиханы мною лично с зеленым скотчбрайтом. Человек их там что-то подчесывал наждаком, я вижу. Но я зеленым скотчбрайтом почесал по той простой причине, что они уже пару дней валялись, и на них пошла вот эта оксидная пленка. То есть ее снять, обезжирили. Все это я сделал с двух сторон. И снятое, обезжирено. И сейчас мы с двух сторон завалим все в полтора мокрых слоя эпоксидником. С нами Александр. Мы тут будем вместе почти всегда. Или даже меня не будет, а Александр будет здесь. У нас есть. Я еще, честно скажу, этим грунтом не работал. Для меня это тоже будет что-то новое, но я о нем уже наслышан, знаю кое-что. А мне кто-то звонит. Итак, уже идет смешивание полным ходом. Это, как у многих фирм, это эпоксидный грунт двухкомпонентный. По смешиванию, по техничке. Есть техничка. Это вот для тех случаев, когда я говорю, блин, на банке ничего не написано. Ну, любой технолог скажет, у нас есть техничка, перечитай, что ты нервничаешь. Так вот, к этому грунту открываем номер, находим и читаем. Тут есть все, характеристики применения, что с чем разбавляется. Потому что этот грунт можно использовать как версия для шлифования. То есть, наполнитель такой, защита, наполнитель, который мы шлифуем, так и версии мокрый по мокрому. Мы сейчас его попробуем с отвердителем для версии мокрый по мокрому. Разбавитель у них, неважно какой версии, одинаковый используется. В общем, мы это сейчас смешиваем. И я буду через пистолет пробовать наносить. Ну, я примерно понимаю, это предсказуемо, как он будет наноситься. Но, тем не менее, интересно, как он растянется с полутора слоев. По помещению. Тут еще, конечно, многое доделывается. Это унесется. У нас есть более-менее теплая подсобка. У нас есть чуть-чуть маленький компрессор. Нам, как бы, для наших целей его будет достаточно. В принципе, здесь, вот в этом помещении, это то помещение, о котором я уже многим говорил, что здесь по пятницам будет возможность собираться, что-то тестировать, вместе тестировать. То есть, ну так, что я наношу или Александр наносит, а вы только смотрите. Приехали, попробовали, пощупали. Сегодня мы, по сути, приехали проверить, что тут сделали. Повесить там фонари какие-то, плакаты развести и так далее. Но есть крылья, почему бы не навалить на них грунта. А в дальнейшем сделаем как-то поэтапно. Шпатлевки, грунты, что с чем, как трется, как наносится и так далее. Проблема, конечно, тут с отоплением. Тут нет отопления. Ну, что-то будем думать, как-то придумать. Далее. Вот эта вот больная тема у людей, которые запутались просто в этих сложных технических моментах. Что, куда, из грунтов, в каких случаях. Вот мы человеку говорим, что ты планируешь с этими крыльями делать? Ну, там, грунтовать, кислотник, потом сверху криловый и дальше работать. А мы что ему предлагали? Давай мы эпоксидом тебе завалим. Ну, наделать, грубо говоря, грунт сразу пустим. Он, не-не-не, не надо. Клиент сказал только кислотник. Не имеет смысла на таких элементах наваливать кислотник по простой причине. Металл чистый. То есть кислотнику тут, по сути, не с чем работать. Здесь нужен эпоксид. Эпоксид даст хорошую защиту металлу. То есть это будет именно изолятор. А кислотник не является изолятором. Кислотник работает с очагами коррозии. Маленькими, большими, это уже там дело случая. Но кислотник работает с коррозией. Кислотник, как таковой, он с металлом сотрудничает. Это безусловно. Но кислотник не является изолятором. Поэтому в этом случае рациональнее и разумнее использовать грунт-изолятор. Это у нас эпоксидный грунт для металла. Других изоляторов не бывает. Если на банке, недавно буквально мне прям в ряд начали люди писать один и тот же вопрос. Если на банке, за что я очень не люблю Леклер, это за то, что у них на банке ничего нет. Но есть все в техничке. Если на банке указано ничего или указано мало, обязательно открываем техничку и только там и найдем полную информацию. А писать мне, писать Маляриусу, писать тете Оле из Бреста, автокарычу с такими вопросами, ну блин, я не технолог конкретной каждой компании. Я не знаю, что они там загородили. Ну делали уже деньги, да? Сейчас у нас прохладно, у нас сейчас в помещении градусов так, наверное, 15-16, да? Грамм 40. Грамм 40, да. То есть это получится 20 на 100 грамм, да? Там 200 сейчас? 20 на 100 грамм, ну да, чуть больше. Почему? Можно было даже 50. 50. Тут еще что хорошо, то есть не в каждой техничке, прошу заметить, кстати, такой момент указан и по объему, и по весу. Потому что многое из того, что я видел, либо по объему, либо по весу. Многие, кто привыкли по объему, хорошо, но повышают свой левел, переходят на весы и начинается. А где найти по весу? Объем знаем, по весу не знаем. Вот есть. А там, где другие материалы, тут уж извините, не подскажем. Так, давай глянем, что у нас тут по сушке. Последующие покрытия, двухкомпонентный, наполнительный и покровельный материал. Тра-та-та, понятно. Время смеси 4 часа живет, нормально, жизнеспособность, вязкость, давление. Ну, кстати, в техничке даже все указано по диаметрам. 1,8-2 HVLP, 1,6-1,8. То есть, система HVLP 1,6-1,8 мм, тут 1,8-2 мм. А вот интересно, я сейчас буду через 1,3 наваливать, не маловато ли мне будет? Я же тебе его почему-то давлю на 1,7. Так я хочу попробовать в версии, как под покрас его. Может, ты его просто живешь тогда сделать? Добавить... Просто, да, добавить, да, больше. Просто мне, что интересно, попробовать. Это вот в версии, мокрый по-мокрому, как под окрас он пускается. Да, то есть, просто если я с толстого навалю, он в любом случае, во-первых, шагрень уйдет. А тут должно быть, наверное, где-то написано, что в версии мокрый по-мокрому... Как и все в версии мокрый по-мокрому, продукты в версии мокрый по-мокрому, это не будет ниже 15-ти, то есть, при температуре ниже 15-ти, невозможно полного высыхания, что может привести к появлению дефектов в красочном покрытии. То есть, вот тут вот люди уже подумали, переводя на русский, что-то для нашего рынка будет идти, что не должно ниже вот этой температуры. Если будет ниже, дальше ищите косяки в себе, а не в материале. Вас предупредили. Блин, а кто-то умный человек писал техничку. То есть, не просто там рекомендуем и все. А если будет ниже, косяк теперь ваш. Блин, молодцы, техничку прописали вообще четко. Прям читаешь, тут все, оцинкованный стальной лист, обезжирить таким-то или таким-то. Так делаем на результатах? Да. Нержавейку, алюминий, легкие сплавы, оцинкованный методом 3D-погружения, стальной лист, отшлифуйте, обезжирьте. Все прописано. Вообще весь техпроцесс, по сути. Пленка, образуемая полученной смесью, может быть окрашена методом мокрый по-мокрому. Все указано. Ништяк. Ладно, мы сейчас попробуем, как оно пойдет через 1,3 наноситься. Ну, у нас панели небольшие. Я понимаю, что это чуть-чуть извращение, хотя бы через 1,4, но у меня просто к Соголе, походу, нет 1,4 дюзы. К этому именно 43.00 экстримы. Но, опять же, надо посмотреть. У меня вот в том карабке там столько дюз и игл лежит, еще не распечатанных к этому инструменту, что будет интересно. Потому что многие, знаешь, спрашивают, а интересно же было. Как ты определяешь вязкость? Я ее последние, наверное, много лет не определяю никак. Я ее развожу по пропорции и не заморачиваюсь об этом. Ну, бывает, все равно, в ситуации, когда там на глазок чуть-чуть не хватает, вот чувствуешь, но это уже чувствуешь чисто интуитивной рукой. Нормально, вот этот пойдет. Даже через 1,3 пойдет. Да, ну, технички это опять. Ну, да, там указаны объемы. Да, ты разбавитель от 150. До 300 грамм по весу на... Так, мне кажется, надо закрыть баночку. То есть, мы сейчас использовали масло. Ну, потому что дюза. Настолько минимум рекомендованного. Кстати, работаю сейчас с холодовскими перчатками. Это самый толстый, да? Походу. Да, самый толстый. Это химия, да? Который под химию стоит. Блин, ну, реально классно. Мы в Одессе целый день отработали. И они себе показали примерно как в Юрт в Германии, когда я работал. Понравилось. Теперь вопрос цены еще. Это мы отдельно узнаем. Когда мы начнем более-менее тут освоимся, у нас тут даже небольшой складик обещали будет, тогда можно будет поговорить и о ценах, и обо всем остальном, что почем будет стоить на нашем рынке. Цены, я, наверное, буду переведен в евро, чтобы это было, ну, как бы сравнительно для всех. Так как это закупается? Да, так проще. Во-первых, у нас Украина вся закупается только в евро. Поэтому мы очень сильно привязаны к евро, и цену проще говорить в евро. Потому что гривна не сегодня-завтра, а по 750 будет. И от того, что мы ее называем гривна, толку никакого. Крышечка. Так. По давлению я его сейчас попробую. Но, скорее всего, это будет в районе двойки что-то. А вот по поводу масок колодовских, честно, вот я ее пощупал. Она классная, у нее цена классная, но она мне в носу давит. На нос надавливает сильно. Она классна тем, что вот этот коробок ее, все круто. Но вот, ух ты, ебать, в лужу вступил. Ай, наверное. Мне вот это вот выступы у этой маски, но реально вот прям сильно они мне закрывают просто всю переносицу, и я дышу ртом. Мне это непривычно. Я вот, ну, блин, я с детства на 3-месяч. Ну, мне обещал, Тимур, и ватерскую маску дать. Так вроде бы неплохо. Все на месте. Но нос, нос, непривычно нос. Работа, само собой, с внутрянки начну. Ну, будем там тестить, какое давление дать. Давление двоечка. Сейчас подачу открою на всю. Я уже наигрался в этом детском саду, когда подачу на полтора, на два оборота закрутили. И сейчас я найду, где у нее полное положение. Полное положение находится элементарно. Выкручиваем иглу до такой степени, пока у нас курок не остановится. Все, это полное положение. Ну, хорошо, племенька тоненькая. Ну, для внутрянки вообще изумительно. А снаружи персик будет. Вот все значит, когда классный материал, ты даже не работая им, ну, до этого понимаешь, как он себя ведет. Как катафорез, да? Ну, посмотрим, сейчас нанесем снаружи. Но опять же, у разных заводов даже катафорез по-разному там чуть светится. Ладно, такой. Я даже чуть опущу, где-то до 1,7. А тут до внутрянки много. Это слой еще не полный, но давление полтора. Разбивать пистолет хорошо материал. Сейчас покажу поближе слой. Нам грунта чуть-чуть не хватит. Ну, ладно, то такое. Грунта надо сейчас чуть-чуть будет развести, потому что все-таки это я по сути 4 элемента в один слой завалил. Ну, такое. То есть шагренька миленькая-миленькая есть. Но сейчас я следующим слоем разолю. Я не буду ждать, пока она тут высохнет, потому что как такового слоя-то еще тут нету. Надо будет чуть-чуть развести. То есть на один элемент мне сейчас хватит показать, а следующий чуть-чуть до разведем. То есть у нас было 200 грамм густого. Но тут еще соточка, почти соточка есть. 200 грамм грунтового, густого плюс 100 отвердоса. И к этому всему еще 50, то есть 300-350 грамм. 100-100, 250 грамм расход. Ну, там судите сами. Смотрите. Смотрите. Не хватит полностью. Надо еще чуть-чуть. На одно крыло на лицевое не хватило. Ну да, 100 можно разделить, а он на внутреннюю, куда пшипет он. Мы как будто сделали очень доброе дело. Мы реально защитили крылья с двух сторон. Грунт шикарный. Наносится просто изумительно. Сейчас покажу на этом элементе, который уже готов. Наносится великолепно. Он еще не отработал. То есть он еще растянется. Пока отработаем стен крылом, помоем инструмент, перекурим. С учетом того, что сейчас прохладно, он все равно себя покажет. Ну, я уверен, что он себя покажет хорошо. А элементы вот в таком исполнении, они реально защищены от того, что вот тут даже когда грязью будет набиваться, тут ничего страшного с ним не произойдет. Именно эпоксидный грунт в любых исполнениях, в любых фирмах, он реально дает защиту металлу от окружающей среды. То есть грунт-наполнитель не выполняет таких функций никогда. И кислотник не выполняет таких функций. Сейчас из того, что интересно попробовать, я поменял голову на этом элементе, который один слой осталось нанести. Попробую с другой головой. Кстати, интересно, в голове три отверстия. В Титании два, в рогах именно здесь три. Но это лаковая башка. Сейчас попробуем. Ну, вязкость, вязкость очень близка к лаку. Кстати, показываю. Времени прошло, ну, сколько? Ну, минут пускай семь, да? Сейчас пока размешали, я там ля-ля-ля-ля, а он уже подсыхает. То есть первый слой, даже сейчас холодно, а он уже такой подмотовешенный. Ну, слой тохонький-тохонький. Тут как бы слой как такового и нет. Ага, а у этой башки потребление воздуха гораздо больше, потому что я, при том, что у меня была настроена двойка, я вот так взял, у меня чуть меньше даже, чем единица, я уже крутнул. То есть эта башка более прожорлива получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, скажу так, по ощущениям разница в нанесении именно на грунте, ну, никакой. Что Клэр, что Титания, нанесла, по сути, одинаково. Оно и по шагрине одинаково смотрится, то есть она одинаковая присутствует, но грунт еще потянется. То есть пока что я разницы в этих двух головах не увидел. Ну, а Титания позиционирует себя как универсальное. То есть ее можно как базу нанести, факел будет как у вашей елки, так и лап. Факел будет прямоугольный, полный за счет регулировки разности в давлении. Ну и что, минут 25 прошло, помыли инструмент, чуть-чуть сложились, на выход готовимся. Он уже помотовел. Помотовел до того состояния, когда уже можно сказать, что на отлип, то есть на него уже пыль, которая садится, не страшна ему. Но какие-либо процедуры в плане окрашивания еще все равно рано, потому что, ну, кое-где в местах изгибов еще слегка глянчик проявляется. Но это крыло лучше, чем это. Тут я потолще наложу. Это была Титания, это была Клиер башка. По ощущениям нанесения, я уже сказал, в принципе, одинаково. Клиер больше воздуха хавает. По тому, как он растянулся, можно видеть, что, ну, изумительно. Вот реально растянулся. Ну, эпоксид. Хороший эпоксид. Хороший эпоксид всегда натягивается хорошо. Дальнейшее, что с ним можно делать? Дать ему минут 40-час при 22 градусах Цельсия можно пошлифовать мелкие соринки и окрашивать мокрый по мокрому. То есть пошлифовали соринки, обдули, протерли липкой салфеткой, больше ничего не делая, никаких процедур с обезжиривателями, ни в коем случае. И можно окрашивать сольвентными базами, акриловыми красками, водными базами. То есть любое дальнейшее действие. Можно грунтовать его дальше грунтом-наполнителем. То есть это у нас, по сути, защита металла от воздействия окружающей среды. А дальше, чтобы работать с элементом в плане формы, это уже нужны грунты-наполнители. Толстослойные грунты, полиэфирные грунты, то есть что-то в этом духе. И это все сверху уже можно наносить. Что интересное по пистолету? Мыло, обратил внимание, мою две башки, двумя башками работал. Клир мою, ну интересно, да, конечно, три отверстия. Внутри все как обычно, как бы никаких приколов. Мою титанию, ну, два отверстия, три вокруг этого. Оп, изнутри. А изнутри отверстий сквозных нет. Тут стоит пластина, которая рассекает. Я не знаю, с какой это целью сделана конкретно, но люди думали, когда делали. То есть она рассекатель там дополнительный перед этим. Хотя тут два симметричных относительно оси отверстия. То есть ни одно сбоку дует. И тем не менее, видать для уравнивания потоков, что ли, не знаю. Ну, интересно такое отличие. Я ни на каких пистолетах такого еще не встречал. Каких-либо вау-эффекта вот этого пистолета я не получил. Интересно, его будет обязательно попробовать нормально на лаке. То есть поюзать, пощупать, как он себя чувствует, как он себя ведет. Ну, это все в дальнейшем. Пока что, то есть вот, когда мы наносили мокрый по мокрому, эпоксидный, пока что, ну, типичный пистолет, никаких прям вау, таких я еще, еще не увидел. Но, может быть, увижу. Так, теперь вопрос. Рано. Когда меня здесь по пятницам не будет, реально ли так, чтобы люди, потому что я скажу, где это находится, я даже оставлю ссылку по карте, чтобы люди сюда приезжали, после обеда, что-то потестировать, о чем-то пообщаться. Реально или нет? Или только когда я здесь? Если это все согласовано, это реально. Это можно делать. Можно это делать вместе с нами. Короче, мы это все дело согласуем, потому что я такой, я летчик-залетчик, я сегодня тут, завтра в Испании, послезавтра в Италии. Давайте ориентироваться так. По пятницам мы со своей стороны обговорим это с Олегом, да? Он скажет, да, да, нет, нет, какие материалы дают на тесты и так далее. Вы со своей стороны пишите, кто может, кто хочет, я свяжусь с Александром напрямую и мы тогда решим. Меня если не будет, вы приезжаете или вы не приезжаете. Все это обсуждаемо, все это решаемо. Ну, на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо Александру за помощь. Всем пока.